Музыка А сейчас выступит Пронин Владимирович, директор Красного Университета, главный редактор Красного Зоя. Красного Зоя. Советы и борьба с реакцией. Уважаемые товарищи, борьба с политической реакцией – это такая тема, которая сегодня крайне актуальна. Хотя, если мы посмотрим в любой период нашей истории, то всегда она продолжалась и никогда не заканчивалась, в том числе и как не заканчивалась классовая борьба в те годы, когда уже начиналось строительство первой фазы коммунизма. И в последующие годы и десятилетия, когда это строительство развивалось, вместе с классовой борьбой, как ее часть, борьба с политической реакцией тоже была актуальна. Сегодня она более выпукло выглядит, поскольку все-таки год и столетия революции, и в ужасные СМИ всех мастей и оттенков каждый день нам рассказывают о бандитском перевороте, оранжевой революции, разного рода жидовских заговорах и так далее. Но есть либеральные силы, которые находятся правее центра, как мы понимаем, в политической области, но позиционируют себя как прогрессивные. Мы-то понимаем, что они, конечно, являются реакционными. И есть некая сдерживающая сила, которая называет себя патриотами или консерваторами. Но вот в этой схеме почему-то не просматриваются тех сил, которые, собственно говоря, должны быть прогрессивными, которые должны вперед в развитие нашей страны направлять. Поскольку обе эти силы, которые я назвал, они, конечно, обе, по сути, являются реакционными, потому что, ну, что, собственно говоря, консервируют патриоты? Реакцию, регресс. Как можно стоять на месте в обществе, где все находится в движении? Если это не движение вперед, совершенно очевидно, что это движение назад. На месте стоять невозможно. Эту ситуацию очень хорошо проиллюстрировал в свое время английский математик и писатель в своем известном произведении Кэрол Льюис про Алису, где он в уста королевы вложил такие слова. Здесь такое место, где, чтобы оставаться на месте, надо бежать. А чтобы переместиться в другое место, надо бежать в два раза быстрее. Вот сегодня мы находимся в такой ситуации, когда мы должны бежать в два раза быстрее, учитывая, с каким нахрапом на Россию наступает реакция. Поэтому необходимо учиться давать отпор всякого рода буржуазным демагогам, которые уже привыкли говорить штампами, типа, когда начинается поиск дальнейшего пути, куда же России дальше идти, ну, вот это вот 70 лет советской власти, это уже мы проходили, это нам не надо, все. И многие не знают даже, что на это ответить. А что мы, собственно говоря, проходили? Ну, много чего было за 70 лет, они очень разные были за 70 лет. И почему не надо? И главное, кому не надо? Ну, то есть это такая фраза-пустышка, которые просто привыкли затыкать рот, и в ответ либо пытаются начинать рассказывать какую-то долгую теорию, которую, конечно, уже никто не слушает, либо просто заходят в тупик и не знают, что сказать. А здесь нужен, по сути, короткий, четкий, такой же обескураживающий ответ. Надо признаться честно, что Великая Октябрьская социалистическая революция это лучшее, что случилось с Россией за всю ее историю. И все. Пускай попробуют опровергнуть. Если захотят, у нас есть для этого факты, да, на которые мы, мы-то их знаем, и мы к ним привыкли. И, может быть, зачастую не отдаем отчеты, или не осознаем, или забываем об этом говорить. Но об этом надо говорить, ведь вдумайтесь. Вчера еще буквально феодальная, аграрная, отсталая, архаичная довольно страна с таким темным, забитым населением делает гигантский шаг вперед в том, что сегодня вот эти демагоги называют, так сказать, права и свободы. То есть граждане России получили такие права и свободы, которые на тот момент не снились, даже гражданам самых развитых на тот момент держав мировых. Потому что к 1917 году Россия была достаточно такой контрастной страной. развитие производства, монополизация капитала, с одной стороны, с другой стороны, большинство населения отожило в общем-то в условиях такого Средневековья еще. Сословия существовали. Крепостное право отменили совсем недавно, и то мы знаем, как его отменили. То есть развитие капитализма в экономике соседствовало с таким дремучим феодализмом. Советская власть ликвидировала сословия, чины, звания. Впервые МИЛ был введен в 8-часовой рабочий день, бесплатное образование, медицинское обслуживание, это мы все знаем. А теперь мы делаем больно нашим оппонентам. Советская власть провозгласила свободу совести. Сейчас они любят нам говорить вот это узники совести и все такое подобное. Церковь была отделена от государства, школа от церкви. Женщины получили равные права во всех сферах общественной жизни с мужчинами. Потому что в 18-м году даже была закреплена конституционно право женщин голосовать наравне с мужчинами. А теперь мы еще раз делаем больно нашим оппонентам. Потому что в их любимых демократических США такое право женщины получили только в 20-м году. В Великобритании в 28-м, во Франции в 44-м, а в Швейцарии в 1971-м только году. Если оппонент еще пытается что-то нам сказать в ответ, можем его добить. Издан декрет о страховании рабочих. Рабочего нельзя было уволить просто так, без согласования с профсоюзной организацией. А право на труд после окончания учебного заведения. Еще можно много перечислять. Бесплатная дорога на работу обратно, право на отдых и так далее. То есть первые декреты советского правительства были настолько прогрессивными, что рабочие, выходящие на массовые демонстрации в США и Европе, они выходили на эти демонстрации под лозунгом «Сделаем, как в России». Что-то об этом сегодня никто не вспоминает, несмотря на столетие революции. Под влиянием нашего октября по всему миру прокатилась волна создания коммунистических партий. Это я сейчас факты перечисляю, это не мнение. Демократическая Америка посадила Сахи и Ванцетти в 27-м году на электрический стул, потому что они хотели сделать, как в СССР, они хотели 8-часовой рабочий день. А мы сегодня боимся говорить о 6-часовом рабочем дне. Сто лет прошло с тех пор, по идее уже вообще 4-часовой должен быть рабочий день. Другие демагоги, с другой стороны, начинают рассказывать о том, что роботизация идет, вот уже завтра нас всех заменят, все, рабочих нет, истерика, что делать? Роботы кругом. Но если так, тогда я должен работать 8-12 часов в день? Я должен ноги на стол и поплевывать в потолок, а роботы меня должны обслуживать, по идее. Или я хожу каждый день по улице 2 часа, что-то я не вижу роботов вокруг, вижу только людей. Или, может быть, кирпичи на стройке кладут, не кастарвайтеры, а роботы. Или, может быть, в шахтах гибнут роботы. Или транспорт водят роботы. Я в 1989 году работал на крупном машиностроительном заводе. У нас был огромный цех, полностью укомплектован станками с ЧПУ. В 1989 году. Прошло почти 30 лет. По идее, там вообще людей уже не должно быть в этом цеху. Можно сидеть один человек дома, с чашечкой кофе, и поглядывать иногда в монитор. В камеру, что там роботы не передрались друг с другом? Нормально там. Бунт машин не начался еще. Но что-то этого не происходит. Как стояли там эти станки? Ну да, их обновили, может быть, новые модели. Но все равно там люди работают. Вот и все. Капитализм не заинтересован в таком развитии автоматизации. Им нужно уложить сегодня и получить завтра. В долгую они не думают. Мы часто недооцениваем прогрессивный характер тех преобразований, которые произошли в 1917 году. Ведь, как бы сегодня ни пытались подтасовывать цифры, мы же знаем, что в конце 19 века 80% населения в России были никому. Мы сегодня мне говорят, вот в манипуляциях СМИ была всегда, что сто лет назад, что сейчас, просто тогда были газеты, а сейчас телевидение. Какие газеты люди читать не умели? О чем вы говорите? Да, к 30-м годам ликвидация этой грамотности была практически заказана. Но сейчас-то идет обратный процесс. Сейчас уже не надо уметь читать. Достаточно телевизор включить и все. Восемь часов стоим, чтобы поцеловать мощи чудотворца. Вот она вся наука. И культура наша. Кстати, про науку и культуру. За весь дореволюционный период много ли вы можете назвать людей из науки и культуры выдающихся, которые вышли из бедных слоев? У нас носится с одним единственным именем. Игорь Васильевич. Нет, можно. Не Попов Ломоносович. Я могу. А после 1917 года целые научные направления были укомплектованы молодыми научными работниками, которые вышли из беднейших слоев. Ну, возвращаясь к теме советов, хочу сказать, что сегодня нарождается довольно много молодых организаций, левых, окололевых, которые пытаются найти какие-то формы, новые формы, и зачастую игнорируют опыт и наработки прошлых поколений. И как-то так отодвигают вот эту форму советскую власть в сторону. Мол, как будто бы это неудачный опыт. Извините, а какой опыт тогда был удачный? Вот у них модно опыт парижской коммуны. Насколько она просуществовала, а сколько советская власть. И когда мы говорим об этом, ну, я сейчас не буду анализировать, почему в других странах другие формы не прижились, не были столь успешными, сколько как в России советы. Но надо сказать, что советы в России вот в той форме, в которой они были, это же не что-то спустившееся к нам с другой планеты. По сути, мы знаем опыт тех же крестьянских общин, которые собирались и решали вопросы, какие-то насущные вопросы о земле, которые стояли, причем соборно решали, спорили, ругались, но в конце концов находили оптимальный вариант. Поэтому я думаю, что вот советы и прижились у нас в России, потому что они имели корни традиций своих. И надо сказать, что если говорить современным языком, то вот те даже еще крестьянские исходы, ведь они тоже собирались по производственному принципу. Люди, которые принимали решения, они были компетентны в тех вопросах, которые стояли на повестке дня. И, возможно, в этом и заключается колоссальная ошибка, когда советы по производственному принципу были заменены и так, фактически муниципальными. Может быть, эти формы, конечно, менялись бы со временем, мутировали как-то. С развитием научно-технического прогресса что-то менялось бы. Ну, грубо говоря, голосование через интернет-группы, да? Но отменять их в 30-х годах, это явно было поспешно. И вот сегодня, имея вот этот серьезный багаж научных разработок, благодаря тем же ученым Фонда Рабочей Академии, другим товарищам, которые серьезно занимаются этой проблемой, но мы не имеем, к сожалению, прогрессивных, действительно революционных форм донесения этой информации до широких масс людей. Я считаю, что эту проблему может решить, в принципе, только молодежь. А у нас получается как-то немножко обособленно. То есть ученые, почтенные люди, они сами в своей теоретической каше варятся, а молодежь сама по себе пытается чего-то там заварить, какую-то новую кашу, чего-то пытается изобрести. Но нет, есть, конечно, преемственность в рамках того же Красного университета, да, есть преемственность поколений и разработок этих, но этого явно недостаточно. То есть мы сегодня должны работать над генерацией новых прогрессивных форм борьбы с реакцией и активной популяризацией советов, науки и вообще образования в целом. Причем не эрисоветизация, не назад в СССР, не ностальгия, а именно вперед в СССР мы должны говорить. Потому что невозможно идти спиной вперед. Нам нужны революционные прогрессивные формы популяризации науки, как такое эффективное средство борьбы с реакцией. Теоретическая база для этого есть, слово за молодыми практиками. Но Красная ТВ всегда готова в этом деле содействовать. Спасибо. 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 Спасибо.